Зачем вы создали блок на выборах? Потому что сейчас многие не помнят, что был блок Рената Усатова, а не наша партия. По моим ощущениям разницы никакой, потому что вы все равно не добрали до 5%, чтобы пройти как партия. Да, но это не согласен, но есть другое, потому что когда была одним из политических конкурентов организована точечная реклама, которую я разобрал, поверьте мне, с одним из лучших специалистов на земной шаре, по технической рекламе. И когда мне показали, как происходили некоторые вещи, например, некоторые избиратели, которые сидели выбирали между ПАС и блоком Усатова, а человек до этого, например, пользовался только сайтом мобиле.да.е, гороскопе.тое, то есть его не было даже в соцсетях. Последнюю неделю, знаете, какие он сообщения получал? Он не получал сообщения, что партия ПАС молодцы. Они не получали сообщения, что Усатый Ренат очень плохой. Появлялись некоторые комментаторы-аналитики, которые говорили, ну, в партии специалисты и Усатый неплохой парень, но у них шансов нет, они не пройдут в парламент. И тем самым все вот эти опросы, ведь все опросы с первого дня кричали, что мы не пройдем в парламент и давали тот результат, который мы набрали, даже проведя огромную работу. А блок был создан, это вынужденная мера, потому что Игорь Николаевич тогда нашел спойлеров там наших, не ваших и так далее, то есть практически идентичное название с нашей партией. И это была где-то вынужденная мера. Но я сейчас жалею об этом и считаю, что это была ошибкой, потому что мы тем самым дали еще больше возможности нашим конкурентам забивать людям в голову, тем, что они не пройдут, они не пройдут, вы потеряете... А если была наша партия, может быть, набрали бы 5%. Нет, проблема в том, что могли набрать и 10%. Знаете почему? Такая большая разница. Потому что сегодня, например, моя задача, чтобы в кратчайшие сроки, вот сегодня люди привыкли к тому, что все новости последние 3 года, и у вас, и у других коллег пишут, в следующий парламент проходят 3 партии. Партия социалистов, ПАС и ШОР, да? И вот люди к этим заголовкам за год привыкли. Если я в кратчайшие сроки за 3-4 месяца поломаю эти стереотипы, максимум полгода, и следующие заголовки будут в парламент проходить 4 партии, и опросы это подтвердят, то поверьте, когда ты являешься проходным, я помню это по 2014-2015 году, люди приходят в партию в разы больше, и сторонников становится больше. Потому что синдром потерять свой голос у молдавских избирателей... Все это очень теоретически, посмотрим. Это не теоретически, Анатолий. Я сказал, что я дальше без науки. Вот раньше я мог очень многие вещи делать по интуиции. А, теперь по науке все. Не, ну есть вещи, против которых нельзя идти. Сейчас... Когда я предлагал план модернизации страны, как пункт номер один в моей программе, да? Может, это правильно. Невозможно даже построить дом, ты сначала заказываешь проект и так далее. Это перед выборами. ПАС и остальные партии заказывали опросы, видели, чего хотят люди услышать в этих опросах, и талдычили про зарплаты в тысячу евро, пенсии в полторы и так далее. Просто дурачили людей. Продолжение следует... Продолжение следует...